всем привет друзья мои давайте сегодня приготовим наивкуснейший рыбный суп из такой вот головы и хвоста семги вот называют рыбным супом уж но можно назвать городской ухой потому что готовится все квартирных условиях от голову хвост заливаем таким количеством кипятком то у нас где-то кастрюли на 5 литров это 4 литра воды сюда также сразу закидываем такую луковицу вместо вместе вот ну не чищеную просто с двух сторон обрезали хвосты помыли и морковку одну все это дело нужно будет посолить для рецепта для данного рецепта нам нужно будет еще вот такой вот сыр сливочный плавленый нужны будут сливки желательно жирнее но у нас только пока на данный момент 10 процентов тоже подойдет нужно будет три картошечки одно такой среднюю луковицу морковочку и маленький вот такой вот еще один помидорчик так у нас вот вода закипела и образовывается здесь пенка эту пенку нужно было снять ребят пеночку снимаем сковородку наливаем немного небольшое количество растительного масла так вот хоть и добавляем сюда накрошенного вот таким вот образом не мелкими небольшим кубиком репчатого лучка пучок нужно будет немного поджарить не прям до готовности а так чтоб слегка был золотистый пока лучок у нас жарится займемся сейчас морковочка морковку нужно будет накрошить морковочку можно вот так вот на четыре части разрезать можно еще вот так вот немного разрезать то есть особо мельчить здесь не нужно и через терку и не нужно вот так вот разрезали на шесть частей и вот таким образом и на такие вот сегментики нарубаем лучок у нас лучок у нас ребят поджаривается уже можно сказать почти готова еще буквально пол минуточки и добавляем сюда нашу морковочку ребятки так помидорчик нужно будет в кипятке ошпарить и снять кожуру ребят сейчас чем мы займемся так вот у нас кипяток готов помидорку заливаем кипятком на буквально здесь минутку наверно подержать будет достаточно так вот так вот легко и просто освободили наш помидорчик от кожуры сейчас нужно его тоже вот таким вот не мелким и не крупным кубиком нарезать так примерно плюс-минус нарезали отправляем к нашим овощам чуть-чуть один поджарится ручком с морковочкой замечательно будет ребятки здесь у нас уже голова и хвост довариваются сейчас надо это все снимать разделять мясо от головы и хвоста процесс идет так вот наш лучок морковочка и помидоры должны вот до такого состояния дать и то есть лучок становится таким золотистым морковочка становится мягким а помидорчик можно сказать там растворяется и придает свой замечательный вкус так голова семги у нас уже тоже готова голову семги сейчас нужно будет немного остудить не только голову но и хвост нужно будет остудить чуть-чуть чтобы удобно было разобрать его отделить от мяса а этот бульончик мы сейчас его процедим через сито вот таким вот нехитрым способом нужно будет процедить наш бульон так вот ребенки парить и горячее потому что могут остаться мелкие кости так нужно будет часа разделить вот так вот мясо от головы принципе она уже сварена легко отделяется от головы от хвоста вот таким вот образом нужно делить особо не крошить чтобы такие вот кусочки остались для супа можно делать это вот так вот руками чтобы никогда я косточка там не проскользнула но ничего сложного в этом нет вот таким вот образом так тем временем нужно будет сейчас накрошить нашу картошечку и начинать и уже ее варить в этом бульоне здесь уж в этом супе в этой городской ухе картошку как на традиционную уху крупно не режем режем таким вот кубиком чтобы быстрее все сварилась как у нас было все замечательно ребятки а так вот будет хорошо так нарежем сейчас картошку нарубили отправляем кипящий бульон картошечку пару минут даем провариться и добавим сюда наши овощи так у нас здесь сейчас получается картошечка и поджаренные овощи на сковородке сейчас сюда нужно будет добавить сыра сливочного так здесь у нас 200 грамм половину вот этой упаковки 100 грамм будет достаточно поддобавляем сыр и вот так вот аккуратненько начинаем размешивать чтобы наш сыр в этом прекрасном бульоне растворился тем самым бульон станет густым и сливочным друзья мои будет очень вкусно вот так вот не спеша аккуратненько размешиваем так вот на такое количество бульона супа нам нужно будет еще добавить сливок ориентировочно где-то тоже 100 грамм вот так вот добавляем сливки наш бульон и также тихонечко аккуратненько перемешиваем вот такая у нас получается красотине ребят смотрите какой густой получился у нас сливочный суп ухо городская последнюю очередь уже добавляем наши кусочки семги они уже отваренные готовые вот такая вот кушечка получилось густая вкусная наваристая просто замечательная вот ребятки в итоге получилась вот такая вот красотень какие здесь ароматы стоят сто процентов это у нас будет вкуснотищи вкуснотень смотрите ребятки замечательная ушица получился городская это уж не уха по-правильному называется рыбный суп так как все мы понимаем что уха готовится на костре на природе из большого количества рыбы это уж так подобие но тем не менее это очень вкусное горячее первое блюдо это очень вкусный суп ребятки он очень наваристый он очень сытный и он очень вкусный поверьте мне вот стоит стоит его приготовить и попробовать друзья мои посмотрите какое замечательное у нас получилось блюдо суп из семги сливочный суп очень вкусный наваристый сейчас наложили тарелочку попробуем что у нас получилось в итоге вот друзья мои посмотрите какой вкусный суп густой наваристый такие ароматы стоят просто обалдеть чуть-чуть сюда черного перца давайте же это делаю дегустировать и пробовать попробуем бульончик сперва посмотрим на вкус как получился бульон как бальзам на душу ребятки давайте же попробуем рыбку вместе с картошечкой получилось горячее надо подуть нежное мясо семги вернее головы семги а мясо в голове семги она особенно вкуснее и сочнее кто поднимает тот поймет аромат и букет получается здесь у нас лучок здесь у нас морковочка помидорчик вот это вот смесь это просто бомбически вкусно получается ребята сейчас дадим немного подостыть здесь у меня ложку поместилось все и попробуем все вместе это просто бомбически вкусно ребята я вам реально говорю вот такой вот суп получается недорогой но очень вкусный готовьте как я готовьте как мы и будет бомбически вкусно быть добро всех обнял и и и и и